Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. С вами Леонид Юрков и вначале об основных темах сегодняшнего выпуска. По поручению губернатора будет приведена, выполнена ремонт и работает по улице Целинной. Это непосредственно поручение губернатора. Ремонтная кампания улично-дорожной сети Каннска продолжается. Отличительной особенностью этого года станет ремонт не только магистральных улиц, но и межквартальных проездов. Всего за период 2013-2015 годов в Каннске сплошным ремонтом приведут в порядок 25 километров городских улиц. Результаты в этом году по русскому языку, впрочем, как и в прошлом году у нас хорошие. С русским языком справились все выпускники. Их в этом году в городе у нас 366 человек, писавших единый государственный экзамен. Сто каннских школьников справились с единым государственным экзаменом по русскому языку. Трое выпускников показали стопальный результат. Еще семеро ребят набрали 98 баллов. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Каннский устанавливают местонахождение ветеранов Великой Отечественной войны для вручения юбилейной медали, посвященной 70-летию Победы. Каннская полиция разыскивает ветеранов Великой Отечественной войны, не получивших юбилейные медали. Награды до сих пор не вручены пяти ветеранам. И теперь обо всем подробнее. Состояние дорог Каннска заметно улучшилось. За последние три года на их ремонт было выделено около 180 миллионов рублей. Теперь, когда основные улицы практически отремонтированы, пристальное внимание уделяется придомовым территориям, где асфальт не менялся десятилетиями. Как и ваш, двор может попасть в список территорий, где отремонтируют дорожное полотно. Об этом расскажет Ольга Волокжина. Одновременно в разных частях Каннска работают три филиала государственного предприятия КрайДео. Силами работников организации уже отремонтированы участки автодорог на улицах Кайтымская, Пролетарская, приведена в порядок дорога вокруг микрорайона Солнечный, МОЗ Черескан и другие. Сейчас основные работы проводятся возле рынка по улице Бородинской. В последние годы этот участок считался особо проблематичным. Ну, пока еще не сделали, конечно, рад. А в каком состоянии была дорога до этого? Ну, или передним бампером, или задним обязательно цепанешь, была яма, ухабы. Сейчас прекрасная дорога видно. Дорога была в плохом состоянии. Я здесь много лет торгую уже. В плохом состоянии, вообще в плохом. А машины как подъезжали, где остановились? Ну, вообще, да, конечно, постоянные пробки были здесь, постоянные. Приезжали, здесь всегда были разбитые дороги, да? Да, всегда были разбитые. И вода, лужи. А сейчас? А сейчас приятно посмотреть. По инициативе губернатора Красноярского края уже к имеющимся 70 миллионам, выделенным на ремонт дорог в этом году, было добавлено еще 20. 15 из которых также будут направлены на улучшение качества дорожного полотна уличной системы Каннска. Какие участки войдут в этот список, станет известно на следующей неделе. Однако, уже сейчас можно сказать, что в него включили подъездные пути к детским садам, которые открываются осенью этого года. Это дошкольное учреждение в пятом военном городке и садик в северо-западном. По поручению губернатора будет приведена, выполнены ремонты работы по улице Целинной. Это непосредственно поручение губернатора. Значит, рассматривается вариант большой такой объемной работы – это возле у нас кафе «Медведь», где под мостом также сама разбитая работа. Ну а дальше такие локальные места, которые все-таки будут определены уже в понедельник. Еще 5 миллионов рублей выделено на ремонт дорог во дворах многоэтажных домов. Как известно, этот вопрос долгие годы не решался. Теперь формируется список, в который может войти любая придомовая территория. Однако, приоритет отдается все же тем многоэтажкам, жители которых проявляют инициативу и сами участвуют в благоустройстве участка передома. Эта работа продолжится и в следующем году. Роспись, она, предложение есть о 10 миллионах. Значит, мы сейчас соберем всю исходную информацию и подтвердим именно министерству, что да, мы готовы участвовать в доле. Это вот ваша составляющая, муниципальная. Управляющая компания свою лепту вносит после решения на общем сходе. Просто хотелось бы обратиться к жителям, поучаствовать в этом мероприятии, принять активное участие. Может быть, в доле какого-то, скажем так, соучастия, рубль пускай они будут вкладывать на благоустройство вот внутри дворовой территории. Если раньше дороги в Каннске начинали ремонтировать только к концу лета, то сейчас, согласно распоряжению губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, эти сроки заметно сдвинуты. Уже сейчас выполнено более 50% ремонтных работ. Если позволит погода, эти работы будут завершены уже в августе. В Канске стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. В Управлении образования отметили, в этом году единый государственный экзамен по русскому языку школьники написали лучше, чем в прошлом. Его сдавали 370 выпускников школ, 16 воспитанников Каннского морского кадетского корпуса и 18 выпускников прошлых лет. Подробнее о результатах в сюжете далее. Единый государственный экзамен по русскому языку является одним из самых массовых экзаменов. Этот предмет, наравне с математикой, является обязательным для всех одиннадцатиклассников. ЕГЭ по русскому языку каннские школьники и выпускники прошлых лет сдавали 28 мая. На это им было отведено 3,5 часа. За это время им необходимо было справиться с двумя уровнями. В первой части по предложенному тексту ребята должны были выполнить 24 задания. Во второй части определить проблематику текста и написать сочинение-рецензию. Результаты в этом году по русскому языку, впрочем, как и в прошлом году, у нас хорошие. С русским языком справились все выпускники. Их в этом году в городе у нас 366 человек, писавших единый государственный экзамен. Результаты у всех положительные. Если в прошлом году был один стобальный результат, то в этом году стобальников у нас трое. 100 баллов набрали выпускник школы номер 3 Андрей Калмыков и сестры Инна и Ангелина Казадаевы, выпускницы лицея номер 1. Буквально в шаге от максимального результата остались еще 7 учащихся. Они набрали 98 баллов. Если сравнить по школам в этом году, то, конечно, наиболее высокие результаты по баллам в гимназии номер 1, в гимназии 4, в лицея номер 1. И также очень хорошие в школе номер 2 и в школе номер 21. У них тоже высокий средний балл по образовательному учреждению. Поэтому с русским языком все справились на достаточно хорошем уровне. Теперь мы ждем результатов по математике. Как и в прошлом году, средний балл по Каннску превышает общий краевой. Если средний балл по региону составил 65, то в нашем городе он 70,2. Каннские полицейские задержали бухгалтера, подозреваемого в присвоении более полумиллиона рублей. В отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ, присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. Выявив недосдачу, руководитель предприятия обратился за помощью в полицию. В результате проверки оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по краю установили, что бухгалтер, являясь материально ответственным лицом, похищала различные суммы наличных денег из кассы. В течение полутора лет, с августа 2013 по февраль 2015 года, она присвоила 538 тысяч рублей. А накануне житель Каннска пытался вскрыть банкомат с двумя миллионами рублей. Задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в попытке хищения денег из банкомата. Как сообщили в МВД России и Каннске, злоумышленник повредил камеру видеонаблюдения и пытался открыть в банкомате шторку отделения выдачи денег. Об инциденте сообщил в отдел полиции банковские служащие. Полицейские прибыли на место и установили, что злоумышленник повредил камеру видеонаблюдения и попытался взломать банкомат, а именно окошечко выдачи денег. Он пытался вскрыть. Если бы он довел свой преступный умысел до конца, то предполагаемый ущерб составил бы 2 миллиона рублей 750 тысяч. Была составлена ориентировка и буквально уже в течение нескольких часов молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. На момент совершения этих действий в устройстве находилось 2 миллиона 750 тысяч рублей. По имеющимся приметам, полицейские составили ориентировку на подозреваемого. Вскоре экипаж вне ведомственной охраны задержал подходящего по описанию гражданина. Им оказался 19-летний ранее судимый местный житель. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведется следствие. Напомним, около месяца назад одному из жителей Каннска удалось похитить из банкомата более 3 миллионов рублей. После короткой рекламы мы расскажем, о чем будет очередной выпуск программы безопасности. Сколько гектаров засеяли каннские аграрии и какое хозяйство в лидерах. О фестивале старожильческой культуры народов Сибири, который накануне прошел в Красноярске в репортаже наших краевых коллег. А также вас ждут новости спорта и подробный прогноз погоды от Евгения Елисеева на последний день короткой рабочей недели. Не переключайтесь. Атриум – это мебельный центр, в котором представлены модели лучших российских производителей. Все. От классики до авангарда. От эконом до премиум-класса. Безукоризненное качество по ценам производителя. Расстрочка. Кредит. Атриум. Мебель, доступная каждому. Грандиозное музыкальное шоу в сибирской Венеции. 9 июня новые песни и знаменитые хиты от группы B2. 19 июня неподражаемая Анни Лорак. Подробная информация по телефону 8 800 250 45 11 и на сайте sibian.ru Привет! Меня зовут Джим. А вот моя семья. Мы живем в лаборатории по испытанию автомобилей. И наша работа заключается в том, чтобы убедиться в безопасности вашего автомобиля. Мы попадаем в автокатастрофы каждый день. Поэтому мы знаем, как важно использовать ремни безопасности. Ведь аварии случаются. Когда их совсем не ожидаешь. Даже на отдыхе. Правильно, Джули. Едем отдыхать. Эх, целых две недели без аварий. Но сегодня аварии не запланированы. Но разве можно быть слишком уверенным? Ремни безопасности защитят вас от случаев столкновения или резкой остановки автомобиля. Пристегивание ремней безопасности займет считанные секунды, но может спасти вам жизнь. Дайте подумать. Я собрал вещи, взял карту, закрыл дверь. Что же я забыл? Ремень безопасности. Точно. Всегда пристегивайте ремень безопасности. Сегодня сразу после выпуска новостей в эфир выйдет очередной выпуск передачи программы безопасности. Вас ждет актуальная информация от полиции и госавтоинспекции. Сегодня в программе о серии краж, совершенных в магазинах города. 37-летнему жителю Каннска удалось дважды совершить кражу в одном и том же супермаркете. А вот на третий раз, как говорится, поймали за руку. Задержали подозреваемого сотрудники отдела вневедомственной охраны. Сигнал происшествий с торговой точки поступил на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны. Стражи порядка незамедлительно выехали по сигнала тревога. Ей задержали подозреваемого с поличным, когда он намеревался вынести товар через кассу. В ходе оперативно-следственных действий полицейские установили, что данный мужчина не судим и причастен к трём аналогичным эпизодам в различных магазинах. Ущерб, ненесенный владельцем торговых объектов, составил около 15 тысяч рублей. Каннская полиция разыскивает ветеранов Великой Отечественной войны, не получивших юбилейные медали. Запрос об установлении местонахождения ветеранов, которые в соответствии с указом президента награждены медалью «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» поступил от администрации губернатора Красноярского края. Награды до сих пор не вручены Татьяне Николаевне Москвиной, Анфисе Павловне Кондукторовой, Клавдии Яковлевне Евсеевой, Матрёне Ефремовне Дорофеевой и Ольге Никитичне Трошиной. Полицейские просят откликнуться родственников или знакомых ветеранов. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Каннский» устанавливают местонахождение ветеранов Великой Отечественной войны для вручения юбилейной медали, посвященной 70-летию победы. Всех, кто располагает какой-либо информацией о перечисленных ветеранах или их родственниках, полицейские просят сообщить по телефону 32070, 32073 или по адресу город Канск, переулок Промышленный, 1-3-1, кабинет номер 5. В Каннском районе завершили посевную. Все сельхозпредприятия Каннского района завершили весенний сев яровых и однолетних трав. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, Каннские аграрии посеяли около 56 тысяч гектаров зерновых. Из них 31 684 гектара пшеницы, 16 537 гектаров овса и 4 283 гектара ячменя. Помимо зерновых, в Каннском районе посеяли 8749 гектаров однолетних трав, 1521 гектар кукурузы и 1500 гектаров гороха. На долю фермерских хозяйств пришлось почти 8 тысяч гектаров посевных площадей. Минеральные удобрения в почву внесли на площади в 23,5 тысячи гектаров. Началась химическая обработка против сорняков. На полях продолжились вспашка паров, посев многолетних трав, заготовка сенажа. Одним из лидеров посевной в Каннском районе – хозяйство Тайнинское, где удалось даже перевыполнить план посевов яровых. Вместо 4300 гектаров засеяли 4450 гектаров, в том числе 2150 гектаров пшеницы, 2000 гектаров овса. Среди других выращиваемых предприятием культур – рапс, ячмень, азимая рожь, проса, горох и кукуруза. Напомним, посевная завершится на территории большинства районов Красноярского края, а Ачинский, Балахтинский, Рыбинский, Саянский, Тосеевский, Ужурский, Уярский и Шериповские районы завершили весенний сев еще на прошлой неделе. И Шериповские районы завершили весенний сев еще на прошлой неделе. В Красноярске прошел фестиваль старожильческой культуры народов Сибири. Просмотр документальных фильмов, круглый стол по проблемам старожилов и выступления старожильческих коллективов – вот основная часть фестиваля. На фестиваль приехали гости не только с севера, но и с юга Красноярского края. Подробности в репортаже наших краевых коллег. Сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и я сдивен в отчествах наших. С благословения православного священника начал свою работу фестиваль русской старожилической культуры народов Сибири. Поддержанный управлением общественных связей губернатора Красноярского края, в этом году фестиваль отмечает свое официальное рождение. Хотя 18 лет до этого дня ангарцы ежегодно встречались своей кежемской общиной, сохраняя и изучая культуру народа. В этом году к ним присоединились и южане. Смысл, наверное, один из главных нашего фестиваля – это повод для самоидентификации, для тех сибиряков, кто считает, что их предки пришли сюда давно, то есть 400 лет назад. Это и есть старожила Сибири, это сибирский субэтнос. Мне сегодняшний фестиваль, тема его интересна двумя моментами. Первое – это объединить тех, кто приехал к нам в Минусинск по программе переселения, потому что строились дома и люди живут. А второе – это что-то взять для себя, для будущей работы. И думаю, а может быть у нас на юге подобное создать. Быховой ветер сегодня мешает. Только это самое. И опять приходится поплывать. В программе фестиваля просмотр документальных фильмов, посвященных ангарцам, дружеское общение и концерты старожильческих коллективов, исполняющие ангарские песни. Читается, что песенное творчество старожилов, как и ангарский диалект, который сами старожилы называют особым языком, – это отдельные пласты сибирской культуры. Это вообще особый народ. Это можно, наверное, громко так не сказать. И все-таки это особая нация. Ведь свой язык, свои песни. Ангарцы очень красиво говорят. Необыкновенно поют. Необыкновенно поют. И тихо правой прошептала мне, да гроба бой буду твой. Одним голосом. Одним голосом. Еще в 1701 году на Ремезовской карте были отмечены четыре из ныне уже существующих ангарских деревень. С развитием зоны при Ангаре многие поселения ушли под воду и перестали существовать. Но ангарская культура, культура людей, предки которых пришли на эти земли много веков назад, продолжает изучаться и популяризироваться благодаря в том числе и такому фестивалю. Оксана Андреяшкина, Вадим Кравченко, Ассоциация телевещателей и телепроизводителей Красноярского края, Енисей ТВ. Новости спорта. Стали известны результаты открытого городского соревнования по дзюдо, посвященного Дню защиты детей, которое 1 июня состоялось в Красноярске. Участие в турнире приняли около 300 спортсменов из 8 регионов Красноярского края, в том числе воспитанники отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец». В копилке сборной нашего города 4 золотых медали, 3 серебряных и 2 бронзовых. Тренируются спортсмены под руководством тренеров преподавателей Дмитрия Власова, Виталия Землянкина и Виктора Токманова. Евгений Елисеев с подробным прогнозом погоды на четверг завершит выпуск. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте также заходить и на нашу страничку ВКонтакте. С вами был Леонид Верков. Всего вам доброго и до свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале. С вами Евгений Елисеев. Согласно народному календарю, этот четверг Федосия – колосятница. С этого дня начинает колоситься рожь и идут первые грибы-боровики. Также интересно, что 11 июня 1811 года родился русский писатель Виссарион Белинский. Спонсор прогноза погоды – развлекательный центр «Венеция». Грандиозное музыкальное шоу в сибирской Венеции. 19 июня. Концерт неподражаемой Ани Лорак. Билеты можно приобрести в киосках «Роспечать» и в офисах Каннского банка. Звоните 8 800 250 45 11. Спонсор прогноза погоды на пятом канале – торговые центры «Евродекор». Домашний уют у каждого свой. Создавать его всегда легко и приятно с компанией «Евродекор». Подарите своему дому неповторимость и комфорт. Вместе с нами «Евродекор». Тепло и уют в вашем доме. 11 июня в Канске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западной силы от 4 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Температура ночью плюс 12, плюс 16. Днем плюс 18, плюс 22. Вот такая погода нас ожидает в ближайшие сутки. Я желаю вам хорошего летнего настроения и всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин